Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, посвященный жизни в стране троллей, либо в Норвегии. Тема сегодняшнего видео, у меня кто-то как-то задал этот вопрос в комментариях, это учеба на медсестрой Норвегии, работа медсестрой Норвегии. Расскажу свою историю немного, возможно, кому-то будет полезно на будущее. Ну, во-первых, получила образование медсестры я в Норвегии, это было 8 лет назад, поскольку на тот период жизни я стояла перед дилеммой, чем мне заниматься дальше. Я оказалась в норвежском селе, где с работой, конечно, были проблемы, и мое образование было нерелевантно абсолютно, поэтому надо было что-то уже придумывать. Я до этого проработала год в садике в детском, но чувствовала, что это не мое, тем более контракт мне там не продлевали, то есть у меня был шанс либо пойти учиться заочно на того же самого педагога, воспитателя детского сада, и где-то, возможно, подрабатывать параллельно, либо искать другую специальность. Я посмотрела, какие специальности предлагает местный вуз, это институт, сейчас его уже переименовали в ближайшем городе, поскольку переезд в большой город, типа Берген-Аставангера-Осла, был для меня неактуален, потому что социальное положение было замужнее, а муж переезжать никуда не собирался, поэтому надо было что-то искать из того, что предлагалось здесь. И в нашем местном вузе там были специальности экономиста, инженера по охране труда, медсестры и прочее-прочее. Я подавала документы на все специальности, но, конечно же, на первое место я поставила медсестру, потому что подумала, что, по крайней мере, медсестрой работу здесь можно найти, особенно для иностранцев, у которых, конечно же, конкурентоспособность по сравнению с местными норвежцами не такая высокая, то есть надо искать работу там, где норвежцев мало на работе, и которая будет всегда востребована. И медсестра этой работы является. Но что я хочу сказать, что об этой работе я не имела никакого представления, то есть я никогда не была связана с медициной в своей жизни, поэтому казалось, ну, почему бы и нет. На тот момент мне повезло, потому что требования английского языка еще были не такие драконовские, как сейчас. Тогда было достаточно предоставить справку, что вы учили английский язык минимум 7 классов, 7 лет. Это я предоставила. Сейчас уже все-таки нужны такие доказательства, как, например, английские тесты, сданные как TOEFL, либо IELTS, именно на академическом уровне, не хухры-мухры, либо то, что вы учили английский язык в их местной Ведерегойндескуле. То есть сейчас уже, конечно, потяжелее. Затем, и если я не ошибаюсь, все эти тесты, они действуют как-то не очень долго, то есть там ограниченный период времени, это не то, что вы его сдали, и теперь вы можете 5 лет, типа, думать, куда вы пойдете учиться. Нет. Но это у меня было. Затем у меня было подтверждено вообще само, как бы, высшее образование через организацию NOKUD, то есть мне там его подтвердили как 5 лет, поскольку у меня там была еще магистратура, вместо 6,5. Подтвердили, затем дали мне еще баллы за то, что иностранка, за мой возраст, если я не ошибаюсь, и за то, что у меня там был сдан бергенский тест на подтверждение уровня норвежского языка, и он там был неплохо сдан, то есть мне там еще добавили, накинули баллы за него. То есть в сумме у меня был очень хороший балл для прохождения вуза. Я думаю, я могла бы поступить во многие места, но на медсестру я прошла. Сейчас, конечно, конкурс на медсестру довольно высокий, поскольку все поняли, что это работа будущего. Поэтому все, кто может, все стараются поступить. Но баллы там тоже уже сейчас требуют. Учиться на медсестру 3 года вам дают высшее образование, бакалавра. Конечно, потом же можно доучиться и получить того же самого магистра. То есть после того, как вы закончили медсестру, у вас очень большой выбор, где вы можете работать. По сути, это, например, можно доучиться и на медсестру интенсивного деления, и на медсестру в анестезиологии, и на медсестру, например, акушерку. Куда уже не медсестра, а вот именно на акушерку можно доучиться. Затем можно стать хельсосёстрах. То есть это медсестра по работе с детьми. То есть выбор есть. Но большинство медсестёр, конечно, заканчивают либо в больнице, либо в доме для престарелых, либо в психиатрии. То есть там такой вот выбор. Некоторые, конечно, могут устроиться, например, как вариант хельсосекретера у врача. Но там всё-таки берут именно хельсосекретер, потому что это их собственная специальность. То есть такой вот как бы ассистент у врача, у семейного врача. Также некоторые устраиваются в косметологию, то есть ищут свои пути, да. Как они могут, кем они могут работать. Училась я неплохо. У нас там было очень много, конечно же, практики в всевозможных отделениях. Мы проходили практику в больнице, в доме для престарелых, в психиатрии. Я тогда попала вот именно на практику в отделение психиатрии, связанное с молодыми наркоманами. Вот, и затем, где ещё у нас была практика? А, и в патронажный, патронажном типа отделе. Это получается еммэ сюки плея, либо еммэ плея, да. Это когда вот именно разъезд по домам, по квартирам к людям. К людям, которым требуется медицинская помощь. Вот, рассказала, поэтому я проучилась эти три года. Также я в этот период ездила на практику в Африку на три месяца, потому что решила, что это единственный шанс жизни, если увидеть что-то новое и не снова просидеть в доме для престарелых. Это, конечно, был очень интересный опыт пребывания в Африке. Мы ездили в Камерун, чего там только не видели, конечно, но сам факт. Сейчас бы я так подумала, я бы, наверное, не ехала. Но молодость-молодость, 30 лет мне тогда было, почему бы нет? После этого я, конечно же, пошла по пути на меньшего сопротивления и пошла работать там, где я проходила практику, а именно в дом для престарелых. То есть я там до этого подрабатывала во время учебы. У них есть иногда такие возможности подработки, например, по выходным, через выходные для студентов медицинского вот именно этого дела, медицинского дела. И тогда им идет неплохая надбавка от коммуны за то, что вот они подрабатывают. То есть я работала так, я работала каждое лето, брала очень много смен тоже. Но тогда еще работала, получается, как ассистент, поскольку у меня еще не было образования медсестры. Единственное, что студентам медсестринского дела дают такую прерогативу, как им можно раздавать лекарства, и, если я не ошибаюсь, нам также можно было колоть инсулин, если я не ошибаюсь, я уже плохо помню. В общем, я пошла работать в дом для престарелых в ночные смены, и проработала я там, наверное, года три. Что я хочу сказать про медсестринское дело? Конечно, эту работу вы на Беге всегда найдете. Это факт. То есть медсестер не хватает очень много, особенно в маленьких поселениях. То есть если вы хотите заработать денег, и вы не обременены семьей, мужем, его хотелками и прочим, то вы можете, в принципе, поехать в какое-нибудь мелкое поселение, на какой-нибудь жуткой горе. Там обычно платят больше, поскольку им надо как-то привлекать тех же самых медсестер, и по факту заработать денег, и потом куда-нибудь смотаться. И нормальной жизнью, по жизни, я не знаю, пару месяцев где-нибудь в теплом местечке, например, как альтернатива. Потому что я вам скажу честно, что работа – это очень тяжелая. Поскольку в Норвегии медсестра выполняют функции все. То есть здесь такое понятие, как санитарка. То есть санитарки, они есть, но и медсестры должны выполнять всю работу санитарки. То есть в обязанности был также уход за больными. То есть это смена всех этих памперсов, их сопровождение в туалет, подмывание, души, кормление, развлекалки. Все это тоже лежало на медсестре, плюс на все еще медицинские функции. То есть надо учитывать, что доми для престарелых тех же самых. Надо капать капельницы, если врач это требует. Потому что мест в больницах мало, стараются больницы не брать. То есть если есть возможность помочь больному на месте, то медсестра все должна делать тоже. То есть часто, а рука не набита обычно, да, то есть очень часто много времени занимала именно медицинская часть. То есть обработка ран, это капельницы, это лекарства, это заказ лекарства, это проверка лекарства, это визиты к врачам. То есть это все очень, конечно, серьезно. Плюс еще, если, например, что-то не получалось, то все эти санитары и другой медперсонал старались всю работу спихнуть на медсестру. То есть вы считались, в принципе, главной, главной на этаже. То есть если в дневную смену еще у вас там было несколько человек, да, там, например, две медсестры, вот если есть на смене, это уже повезло. То есть у вас есть хоть какая-нибудь помощь, поддержка, да, а обычно вечернюю смену одна у медсестра. На весь дом престарелых, а там обычно несколько этажей, то есть несколько отделений, то есть будут такие отделения, которые вообще не знаете. Плюс еще в ночную смену тоже вы только одна медсестра, то есть на все отделения. То есть у вас очень, конечно же, большая ответственность. Скажу честно, что в ночные смены работать тяжело, хотя они оплачиваются намного выше за вредность, идет оплата, но работа тяжелая. Плюс медсестры, как я говорила, должны работать посменно, то есть надо учитывать, что если у вас семья, то будет тяжело, потому что надо будет работать каждый третий выходной, то есть не каждый третий выходной, а каждую третью неделю надо будет два дня, два выходных, да, получается, суббота, воскресенье работать по одной смене. Затем надо работать, вот если у вас так выпадает по вашему графику, и в выходные, в праздничные, то есть если у вас ребенок и одна, то я вообще не представляю, как это можно сделать. То есть только если у вас есть тут какая-нибудь мама, сестра и прочие какие-то родственники, да, по-другому это нереально. То есть работа тяжелая, и в принципе личной жизни никакой нет с этой работы, но, как я говорила, если нет других шансов заработать, конечно, в этом плане можно. В общем, если вы норвежка, физически активная и сильная, и которая вообще непробиваемая, потому что, конечно же, это работа, которая забирает очень много энергии и эмоций, особенно когда видишь очень много боли и смертей, и то, что, в принципе, вы учили по книжкам, все это нерелевантно в реальной жизни, и то, что там было написано, что вы должны там заботиться о человеке, о его моральном состоянии, помогать и то и сё, а в реальности у вас там 5 минут, чтобы вообще с этим человеком побыть, и вы стараетесь в него запихнуть все возможные лекарства, лишь бы он вам не звонил и не трогал, это обычная практика в Норвегии, да, то есть запихнуть побольше лекарств вот в человека, в пожилого, чтобы он вообще типа забылся и вам не звонил, то, конечно же, это тяжелая работа, вот именно для чувствительных людей. То есть я вам рассказала, скажу вам примерно зарплату, зарплаты разные в зависимости от коммуны, то есть где-то повыше, где-то пониже, какие-то есть надбавки, за стаж там не очень много добавляют, добавляют немного за, если у вас есть дополнительное образование, например, вы там доучились на что-то, тогда, конечно, доплачивают, затем, конечно, за все праздничные и прочее, прочее. Но вот если мы берем чистую ставку, то есть это без учета, например, что вы работаете по вечерам, по выходным, просто чистая ставка 100%, то когда я еще работала, то вот именно как у новичка, это у меня было где-то 404 тысячи до вычеты налогов в нашей коммуне, это получается где-то, ну, не могу сказать точно, но получается 404 тысячи крон в год до вычета налогов, а налоги примерно это 33%, да, из этого тоже надо вычитать. Я работала очень много, брала дополнительные смены, выходные, все праздники старалась брать, то есть иногда, когда у меня еще не было ребенка, я могла заработать довольно неплохо и очень хорошо, и, наверное, я тогда уже и начала, типа, свое здоровье на смарку пускать, потому что это, конечно же, не норма для организма, работать по ночам и работать очень много. Вот, ну, на этом я вам рассказала, надеюсь, это было вам полезно. По поводу подтверждения образования, если оно у вас уже есть, то, насколько я понимаю, если вы из наших стран, типа, России, Беларусь, Украина, это очень тяжело, можно, но тяжело. Есть вариант, например, поехать в ту же самую Литву и там доучиться, получить образование вот именно литовское, но медсестру уже с ним без проблем устроиться на работу в Норвегии. Ну, и, конечно же, нужно уровень норвежского языка. Вот, поскольку медсестер не хватает, их будет больше и больше всего не хватать, но, как я говорила, работа тяжелая. Если вы хотите хорошо устроиться в той же самой больнице, например, работать в поликлинике, где там не такая пыльная работа, не надо таскать физически тяжелых пациентов, а это проблема, представляете, вот именно таскать тяжелых пациентов, то я вам скажу честно, что там своих норвежек на это место блатных хватает на год вперед, поэтому козырное место вы не получите. Вы, скорее всего, будете работать именно на тяжелой работе. Это вам сразу честно говорю. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Надеюсь, было интересно. До скорых встреч!